Сегодня мы продолжим обсуждение равновесия фаз. Я напомню, что если у вас есть две фазы каких-то, опять же, на примере уравнения Вандер Вальса, то изотермы выглядят вот таким вот образом. И здесь равновесие находится вот в этих точках, определяемых условием, правилом площадей Максвелла, которые эквивалентны уравнению мю газа от ПТ равно мю жидкости от ПТ. От ПТ. Ну вот если нарисовать химический потенциал как функцию температуры для каждой фазы, то они выглядят примерно так. Значит, вот так ведет себя потенциал химической, скажем, жидкости, мю жидкости, а химический потенциал газа ведет себя немножко более плавно. мю газа. Вот это есть точка равновесия и значение химпотенциала и давление, которое отвечает вот этой точке равновесия, это есть давление насыщенного пара, совпадает с давлением насыщенного пара, когда пар и жидкость находятся в равновесии. Если температуру увеличить при том же давлении, то химический потенциал жидкости увеличится, а химический потенциал газа увеличится на меньшую величину. Ну а тогда это означает, что поскольку он должен иметь минимум, то у вас будет переход из жидкости в газ. Жидкость будет испаряться, что вполне соответствует действительности. Если наоборот вы температуру уменьшаете, то у вас химический потенциал жидкости становится меньше, чем химический потенциал газа, ну и тогда, естественно, часть газа будет переходить в жидкую фазу. Будет переход, будет конденсация. Вот. В общем случае, если вы соедините точки равновесия, вот эти точки равновесия, то у вас получится какая-то кривая. Для разных температур вот эти точки равновесия соедините, то у вас получится какая-то кривая P от T, которая удовлетворяет вот этому уравнению. Вот это фактически уравнение вам дает на плоскости Pt кривую P от T, которая носит название кривая равновесия. Кривая равновесия фаз. Ну и давление в этих точках, при этих температурах, это и есть давление насыщенного пара. Давление равно давлению насыщенного пара. Теперь, как эту кривую равновесие уравнения для нее можно получить из этого условия, из условия равенства химических потенциалов? Ну для этого давайте просто сдвинем давление, напишем, что P есть P, P0 плюс DP, и T есть T0 плюс DT. Где P0 и T0 у вас какие-то точки, в которых у вас это уравнение выполняется. Ну тогда, если мы считаем, что это уравнение выполняется для P и для T, то у нас должно выполняться условие, что мю газа от P0 плюс DP и T0 плюс DT будет также равно химическому потенциалу жидкости от P0 плюс DP от T0 плюс DT. Ну и дальше разлагая это уравнение по малым приращениям DP и DT мы получаем такое условие. Дмю газа по ДП на ДП плюс Дмю газа по ДТ на ДТ равно Дмю жидкости по ДП на ДП плюс Дмю жидкости по ДТ на ДТ. Ну дальше, величины Дмю по ДП и Дмю и Дмю по ДТ нам известны. Дмю по ДТ это есть удельный объем соответствующего вещества, либо газа, либо жидкости. Поэтому вот здесь уравнение переписывается так. Это стоит V газа, удельный объем газа на ДП. Так, а Дмю по ДТ это удельная энтропия, энтропия, которая приходится на одну частицу со знаком минус. Будет минус S с волной газа на ДТ. И это равно, соответственно, будет V с волной жидкости на ДП минус S с волной газа, ой, тоже жидкости, извините, жидкости на ДТ. Ну теперь, собирая ДП и ДТ в одну величину, мы получаем такое уравнение. ДП по ДТ делим на ДТ и собираем ДП по ДТ в левую часть. Получаем уравнение, что это равно, ДТ туда переносим, получается S с волной газа минус S с волной жидкости поделить на V с волной газа минус удельный объем жидкости. Что такое разность вот этих удельных энтропий? Разность удельных энтропий. Значит, если мы умножим на температуру, при которой эти величины вычисляются, то величина Т умножить на S газа минус S с жидкости с волной. Это есть тепло, которое выделяется при испарении или при конденсации, при конденсации в основном. Это есть удельная теплота парообразования. Удельная теплота парообразования в расчете на одну частицу. Поэтому это уравнение переписывается так, что эта величина равна Q, удельная теплота парообразования, поделить на T и на V с волной газа минус V с волной жидкости. Ну, в таком виде вы, наверное, это уравнение встречали. Оно носит название уравнение Клайперона Клаузиуса. Уравнение Клайперона Клаузиуса. И оно определяет как раз кривую равновесия. ДП по ДТ в этом смысле отсюда определено. Дальше надо проинтегрировать его и получить эту самую кривую. Давайте проделаем эту процедуру для случая, когда у вас ситуация далека от критической. То есть вы далеко от критической точки находитесь. В этом случае, как я уже упоминал, удельный объем газа намного превышает удельный объем жидкости. Там у них разность, там 4 порядка. Может быть, вполне типичное значение. Ну, поэтому удельным объемом жидкости тогда можно пренебречь, если вы далеко от критической точки. И тогда удельный объем газа – это есть не что иное, как из уравнения состояния. Величина очень простая. В стиль дегаза – это есть объем В поделить на число частиц. Ну, или это есть, что такое, температура поделить на давление из уравнения состояния. ПВ равно НТ. Ну, и тогда у нас получается такое вот уравнение, что ДП по ДТ… Давайте я сотру здесь вот это верхнее. ДП по ДТ равняется Ку поделить на Т квадрат и умножить на П. Ну, это уравнение легко решается. ДП поделить на П равно Ку на ДТ поделить на Т квадрат. Это все легко интегрируется. И решение есть. П равняется, некоторая начальная П0 на Е в степени минус Ку поделить на Т. Минус Ку поделить на Т. И вот эта кривая определяется… Это есть кривая равновесия далеко от критической точки. Далеко от критической точки. Ну, в случае, скажем, воды и пара, это действительно всегда имеет место при комнатных температурах, потому что, как мы увидим, критическая точка там очень далеко. Достаточно далеко до нее. При обычных условиях, при комнатной температуре. Ну вот, это кривая равновесия получена. То есть, видите, она… При Т, стремящемся к нулю, у вас давление, естественно, падает. Ну, ясно, что у вас есть какая-то начальная температура, когда вы еще можете говорить о газе. Нет твердого тела. Ну, а при температуре, стремящемся к бесконечности, у вас температура стремится к величине П0. Ну, на самом деле, эта величина П0, она порядка критического давления. Ясно, что когда температура такая, что вы подходите к критической изотерме, где у вас исчезает разница между вот этими точками, точки сливаются, и разница между газом и жидкостью исчезает, то в этом случае, естественно, уже это уравнение неприменимо, и там ситуация будет другая. Так вот, это равновесие двух фаз. Но вообще-то мы знаем, что у нас фаз-то у воды, хотя бы там у любой однокомпонентной системы, может быть три. Это может быть пар, это газ, это может быть жидкость, это может быть твердое тело. Это может быть твердое тело. Спрашивается, существует ли точка, существует ли область, в которой все три фазы сосуществует одновременно, сосуществует вместе. Ну, для этого надо просто написать условие равновесия и посмотреть, имеются решения эти условия равновесия или нет. Значит, уравнение, давайте мы будем обозначать цифрой 1, это газ, цифрой 2, жидкость, и цифрой 3, твердое тело, кристалл, например. Ну, тогда уравнение равновесия будет выглядеть так. μ1 от P и T равно μ2 от P и T. Это то, что мы имели. Второе уравнение, это будет μ1, например, от P и T равно μ3 от P и T. То есть мы требуем, чтобы равновесие было не только между газом и жидкостью, но еще и между газом и твердым телом. Ну и при этом автоматически равновесие будет между жидкостью и твердым телом тоже. Ну, вообще видно, что у вас решение может быть, но только в одной точке. Решение может быть только в одной точке. И эта точка носит название тройная точка. Тройная точка. В этой точке у вас сосуществуют все фазы. Ну или если нарисовать кривые равновесия для отдельных для отдельных для отдельных фаз T, а здесь P, то тут будет что-то такое. Вот у вас здесь одна фаза, вот здесь другая фаза, ну и вот здесь вот здесь третья фаза. Третья фаза. Что-то вот такого типа. Вот здесь у вас твердое тело. Кристалл. Вот здесь жидкость. Ну, а вот здесь газ. Вот здесь газ. Ну и вот в одной точке они сосуществуют. Кривые сходятся. Вообще говоря, не обязательно, чтобы это всегда было возможно. Этот случай может и не существовать. Ну, так вот. Если посмотреть эту критическую точку для газа Вандер Вальса, то она выглядит следующим образом. Для воды критическая точка такая. Давление P, P0 я напишу, это сколько, 4 или 3? 4,62. 4,62. 4,62 миллиметра ртутного столба. Можете сравнить это с атмосферным. Где 760? Так. А температура? Здесь температура T0 это 273,15 градусов Кельвина. Или это 0,01 градуса Цельсия. То есть, почти нулевая температура. Вот при такой температуре и при таком маленьком давлении пара насыщенного у вас сосуществуют все три фазы. Дальше. Это эти уравнения у нас получены для однокомпонентной системы. Когда у вас система состоит из молекул одного сорта. Что изменится в картине, если у вас есть несколько компонент, молекулы разных типов. Значит, что у нас тут? Если одна компонента, то получается три фазы. Давайте я эту тройную точку уберу и напишу, что здесь одна компонента три фазы. Что будет, если вы возьмете смесь двух компонентов? Двух компонентов. Молекулы двух типов. И смотреть, что получится. Тогда у вас каждая фаза, газовая фаза, жидкая фаза, твердая фаза, она будет характеризоваться кроме вот этих двух параметров, у вас еще будет войдет концентрация какого-то компонента, одного. Потому что концентрация это величина, если есть С1 и С2, то они связаны условием С1 плюс С2 равно единицы. То есть суммарная концентрация всегда единица. Ну и поэтому скажем концентрация С1 мы будем считать, что это концентрация одной компоненты. И мы сюда должны добавить еще вот это уравнение. Вот этот параметр в эти уравнения. уравнение. Ну отсюда видно, что у нас тут еще есть свобода. У нас два уравнения, три параметра. Поэтому здесь у вас получается целая поверхность. Но это означает, что есть возможность существования еще одной фазы. Тогда у вас будет четыре фазы возможны. Если две компоненты, одна компонента три фазы, две компоненты четыре фазы, ну легко понять, что добавление каждого следующей компоненты, следующего вещества, вам будет добавлять еще одну концентрацию в качестве независимого параметра. Поэтому если у вас имеется N-компонентная система, N-компонент, N-компонент, то максимальное число фаз, которые могут сосуществовать, фазы будут, конечно, отличаться величиной C в каждой фазе, величиной концентрации компонентов в каждой фазе, то число фаз максимальное, которое возможно, очевидно, отсюда будет просто равна N-плюс-2. N-плюс-2. То есть вот это максимально возможное количество разных фаз, которые могут сосуществовать одновременно в системе в N-компонентной системе. Ну, при этом, конечно, меньшее количество фаз тоже возможно. Это максимально возможное количество фаз, но при каких температурах у вас возможно меньшее количество фаз. И тогда у вас на многомерной поверхности выделяется просто одна точка, в которой существуют все эти N-фаз, N-F-фаз сосуществуют одновременно. Ну, а дальше, если вы уменьшаете, то у вас получается кривая равновесие, потом поверхность, ну, и дальше целые многомерные области, в которых меньшее количество фаз могут сосуществовать. Так, ну, и вот это равенство носит название правило фаз гипса. Так что, если вы встретите это правило, то правило фаз гипса означает всего лишь наличие вот этого равенства, связь между максимальным числом фаз и числом компонент в системе. Так, теперь еще давайте вернемся к уравнению Вандерваальса. значит, теперь давайте посмотрим, что происходит, что такое критическая точка и какие параметры критической точки для уравнения Вандерваальса существуют. Значит, критическая точка это такая изотерма, у которой у вас минимум и максимум сливаются. И вот эти две точки также сливаются друг с другом, раз у вас эти два минимума и максимум сливаются. И тогда у вас исчезает различие между жидкостью и газом. У вас становятся одинаковые удельные объемы. Ну и в этой точке тогда очевидно изотермы у вас если минимум и максимум сливаются то у вас возникает точка перегиба. То есть кривая ведет себя как-то вот так. Вот так. Критическая изотерма. То есть вот здесь у вас будет точка перегиба. Ну вот этим мы и воспользуемся чтобы найти параметры критической точки. критическая точка. Значит, в этой критической точке у вас, во-первых, точка перегиба. Это означает, что ДП по ДВ будет равна нулю. А то, что она... Ну, это значит, что у вас есть все-таки экстремум. Ну, а то, что это точка перегиба, означает, что у вас и вторая производная также равна нулю. Это вот условие того, что максимум и минимумы сливаются. Также равна нулю. Вот эти два условия у вас определяют точку перегиба. Кстати, точка перегиба... Ой, критическая точка... Я не знаю, видели ли вы демонстрацию в свое время, что жидкость при приближении к критической точке начинает мутнеть. Просто начинает мутнеть. Мутнеет она, потому что смотрите, что такое ДП по ДВ. Если вы помните, вот такая величина, тем... Изотермическая сжимаемость, которая есть минус единица на В, на ДВ по ДП при постоянной температуре. Если у вас ДП по ДВ равно нулю, тогда очевидно, что сжимаемость становится бесконечной. То есть, видите, у системы возникает такая аномалия, что система бесконечно сжимаема. Ну и вот это означает, что флуктуации плотности в этой точке стремятся... Очень велики, большие. Формально стремятся к бесконечности. Ну и на флуктуациях рассеяние света становится очень интенсивным. И просто свет не проходит даже через небольшую толщу жидкости. Когда вы отходите от точки, от точки критической, то у вас флуктуации уменьшаются, рассеяние света становится меньше, и свет проходит, жидкость становится прозрачной. Так, ну теперь, значит, давайте мы припомним уравнение Вандерваальса. Вот эти два параметра А и В. Значит, дифференцируем, мы получаем, что ДП по ДВ равно минус НТ на В минус НБ в квадрате и плюс 2Н квадрат А поделить на В в кубе. И это равно нулю. Вторая производная следующего уравнения будет давать 2НТ поделить на В минус НБ в кубе минус 6Н квадрат А поделить на В в четвертой. И это тоже равно нулю. Это, значит, будет Д2П по ДВ квадрат. Д2П по ДВ квадрат. Ну вот теперь давайте что мы сделаем? Давайте мы вот отсюда, вот этот член единица на В в кубе вот сюда подставим. Сюда подставим. тогда тут квадратичный член сократится и останется уравнение такого типа. Давайте я сразу его напишу, чтобы не... да. Значит, двойка отсюда уходит, здесь тройка остается. Получается 3 поделить на В критическое. Это уже уравнение для критической величины. Равно 2 поделить на В критическое минус НБ. минус НБ. Ну, откуда это уравнение сразу решается? И мы находим, что В критическое равно 3 НБ. В критическое равно 3 НБ. значит, легко видеть, что если вы сюда подставите, то вы получите тут единицу и тут единицу. То есть, удельный объем всего лишь в 3 раза больше, чем учетверенный объем молекулы. Довольно плотная получается среда. Довольно плотная среда. Ну, дальше, естественно, вы подставляете в уравнение... Вот в одной из этих уравнений вы находите температуру. Вот и температура Т-критическая она оказывается равна так, где она у меня здесь? 8 А поделить на 27 Б. Вот такие интересные цифры получаются числа. Ну, а поставив это все уравнение в Андервальсе, вы находите давление критическое. П-критическое равно А поделить на 27 Б квадрат. 27 Б квадрат. Число частиц, видите, вошло только в критический объем. В температуру и давление, естественно, число частиц не входит. вот интересное число для воды. Какие это величины? Ну, фактически Т-критическое и П-критическое интересы представляют. Так вот, для воды Т-критическое оказывается 647 градусов Кельвина, что есть 374 градуса Цельсия. Ну, я десятые сотые доли не пишу температуры. Тут они уже несущественные. Ну, а давление при этом П-критическое равно 22.064 на 10 в 6 паскалей, что равно где-то 218 атмосфер. 218 атмосфер. Ну, то есть, видно, что при комнатных условиях при лабораторных простых условиях вы всегда находитесь далеко от критической области, от критической точки. То есть, попасть туда не так просто. Дальше вот есть интересный момент. Давайте мы перепишем уравнение Вандервальса вот это. Выразив все величины, будем мерить давление, объем и температуру в единицах критических значений. То есть, мы введем величину скажем П с волной, которая есть В поделить на П критическое, Т с волной, это есть Т поделить на Т критическое, и В с волной, это есть В поделить на В критическое. На В критическое. Ну тогда уравнение приобретает интересный вид Значит, если подставить это все сюда То уравнение перепишется следующим образом p с волной Плюс 3 поделить на v с волной в квадрате Они все безразмерные Здесь стоит 3v с волной минус единица Равняется 8t 8t Ну поскольку объем критический содержит число частиц То число частиц вообще исчезло отсюда Ну а теперь смотрите У вас никаких следов от какого-то конкретного вещества в этом уравнении нет Поэтому если вы возьмете любое вещество И выразите давление, температуру И объем через критические значения В единицах критических величин То вы получаете универсальное уравнение Которое справедливо для любого вещества Тут тест с волной надо написать тоже Для любого вещества Теперь оказывается что Вот мы написали это для уравнения состояния Вандер Вальса Теперь оказывается это утверждение об универсальности Единицах критических Оно применимо не только к уравнению Вандер Вальса Но и вообще для других веществ Которые вообще говоря могут не подчиняться уравнению Вандер Вальса Не описываться уравнению Вандер Вальса Вот в таком виде Это утверждение об универсальности уравнения состояния Выраженного через критические параметры Носит название закон соответственных состояний Субтитры делал DimaTorzok Ну и вот это уравнение Вот этот вид уравнения Это просто частный случай этого закона Что здесь у вас никаких параметров нет Все выражено только в единице Параметры фактически экспериментальные Вы эти величины должны определить экспериментально А дальше у вас все уравнения становятся одинаковыми Для всех веществ выглядят одинаково Это частный случай этого самого закона соответственных состояний Этот закон имеет большую применимость Чем вот это самое уравнение состояния Так Теперь Значит мы здесь обсуждали чисто равновесные состояния Но как я уже упоминал Возможно Существование метастабильных состояний То есть может существовать перегретый пар И может существовать переохлажденный пар Извините И перегретая жидкость Перегретая жидкость и переохлажденный пар Спрашивается Почему они существуют? Ну вот здесь Этот вопрос Давайте мы сейчас наверное сделаем перерыв И обсудим этот вопрос после перерыва Так Давайте продолжим Метастабильное состояние Значит если у вас есть пар При какой-то температуре Такой что у вас Жидкости вообще нет Только один пар И дальше вы температуру быстро уменьшаете Так что у вас пар Оказывается переохлажденным Переохлажденным То есть в принципе в равновесии При этой температуре У вас уже должны существовать Жидкости пар в равновесии Но если вы быстро охладили То у вас еще жидкость не образовалась И вот вопрос об образовании жидкости Возникает И некоторое время она будет существовать Возникновение жидкости Оно не может сразу произойти во всем объеме Оно всегда возникает Где-то локально И затем фаза эта увеличивается Локально это означает Что сначала у вас образуется Маленькая капелька Размера какого-то радиуса r r радиус капли Если у вас Да, и число частиц в этой капле Число частиц в капле Оно уже не настолько велико Чтобы вы могли пренебречь поверхностными эффектами То есть здесь уже начинает играть роль поверхность Ну и тогда Если вы напишите Потенциал гипса Ж в полной В таком виде Вы напишите Значит пусть у вас будет N1 На F С волной 1 От От температуры И V1 Так Плюс Я напишу N2 F2 От Т Запятая V2 Плюс Ну дальше Я должен добавить Внешнее давление Здесь я напишу N1 На V с волной 1 Где это объем Удельный Газа У нас газ Единица Двойка жидкость Плюс N2 V2 С волной Это член То сюда Вы должны добавить Еще Член связанный С поверхностным натяжением 4P R квадрат Умножить На сигма Где сигма Коэффициент Поверхностного натяжения А 4P R квадрат Это поверхность Капельки Площадь капельки Ну вот смотрите Вот эти члены Все пропорциональны N Числу частиц Здесь у вас R квадрат R квадрат Вообще-то у вас Смотрите Объем капельки V2 Вот этот самый V2 Это есть 4P На 3 R в кубе Поэтому У вас Вот эта величина Пропорциональна Объему В степени 2 третьих Не в первой степени А в степени 2 третьих Ну поэтому Конечно Если речь идет О макроскопических Объемах То этим членам Всегда можно Пренебречь Потому что В термодинамическом Пределе Его учитывать нельзя Он Стремится к нулю По отношению К этим членам Эти все члены Пропорциональны Ну числу частиц Или объему Значит я тут ввел Величины Свободной энергии С волной Это удельная Свободная энергия На одну частицу На одну частицу Вот Вот Если же у вас Зародыши капельки Образуется Малого радиуса С малым числом Частиц То вот этот член Уже становится Заметным И им пренебрегать Нельзя И для малых капелек Он существенный Ну и теперь Давайте посмотрим Продифференцируем Эту величину По В1 По В1 И мы получим Что ДЖ По ДВ1 Равно Значит здесь будет ДФ По ДВ Это все Это полная Свободная энергия Это будет Давление Минус П1 А здесь вот Здесь у вас В1 нет А здесь у вас Останется Плюс П0 И эта величина Должна быть равна Нулю В равновесии У вас минимум Должен быть Термодинамического Потенциала Дальше Величина Ну В2 Или R Давайте будем R считать Дифференцируем По R От R Зависит только Величина В2 Тогда мы пишем Что ДЖ По ДР Вот отсюда Есть зависимость Она равна Значит ДВ2 По Д ДФ2 По ДВ2 Это будет Давление Минус П2 Дальше Плюс П0 Умноженный На ДВ2 По ДР Так И здесь Еще плюс 8П Р На Сигма Ну Отсюда ДВ2 По ДР Это Есть 4П Р Квадрат Ну Поэтому Да И все это Опять же Должно быть Равно Нулю В равновесии Ну И отсюда Мы что Видим Мы видим Что если У вас Давление Газа Совпадает С внешним Давлением С внешним Давлением П0 Внешнее давление То давление Внутри Жидкости Внутри Капельки Отличается От внешнего И у нас Получается Что П2 Равняется П0 Плюс 2 2 Сигма Поделить На Р Вот это То самое Давление Лапласа Которое Возникает От поверхностного Натяжения То самое Давление Лапласа Которое Возникает То есть Дополнительное Давление Внутри Капли Из-за того Что у вас Есть поверхностное Натяжение Так Ну а теперь Поскольку Н1 и Н2 Связаны Условием Н1 Плюс Н2 Равняется Полному числу Н Фиксированному То тогда Дифференцирование По Н1 Вам Выдает Стандартную Величину Стандартную Характеристику Мю 1 От Т П1 Должно Должно Быть Равно Мю 2 А вот Эта величина Постоит При своем Давлении П П2 П2 Которое Отличается От П1 То есть Разница Возникает В том Что у вас Вот это Уравнение Вот это Уравнение Оно Имеет Добавку Добавку От вот этого Самого Давления Ну и тогда Получается Какая Картинка Значит Если бы У вас Не было Вот этого Давления То Если вы Нарисуете Вот здесь Химический Потенциал Как функцию Давления Давайте При заданной Температуре То Как функция Давления Он выглядит Примерно Так Мю Как функция Давления Значит Вот тут Опять же Будет Одна Фаза А тут Будет Другая Фаза Так Причем Значит Вот это Фаза Один А это Фаза Два То есть Это у вас Газ А это Жидкость Вот Это Давление Насыщенного Пара Давление Насыщенного Пара Значит Давайте Мы Создадим Поскольку Давление В газе Определяется Внешним То давайте Мы Увеличим Давление В газе Так что Вот тут Будет Величина Так Да Вот это Будет Величина П1 Тогда Условие Равновесия Вам Говорит Что Вот это П1 Вот эта Величина Должна быть Равна П П2 Вот эта Величина Должна быть Равна П2 При которых Химические Потенциалы Совпадают Совпадают Химические Потенциалы Давайте Мы будем Считать Что Мы Отошли На Небольшую Величину От Равновесия От Равновесия Да Ну и причем П2 И П1 Связаны Между собой Условием Что П2 Равняется П1 Плюс 2 Сигмана Р Ну и вот При данных Давлениях Вот этих У вас Р Это есть Равновесная Равновесная Величина Капельки То есть Р Критическая Равновесная Величина Это есть 2 Сигма Поделить На П2 Минус П1 П2 Минус П1 Значит Смотрите Что будет Значит У вас Опять же Переход Переход У вас Идет На Отсюда Сюда Либо Отсюда Сюда То есть Всегда Система Стремится Занять Найнизшее Положение По Химпотенциалу Потенциал Должен быть Минимален Значит Пусть У вас Размер Капельки Меньше Чем Вот Этот Меньше Чем Вот Этот Меньше Чем Вот Этот Нет. И тогда эти капельки должны увеличиваться в размере. Увеличиваться в размере. Если размер больше, то вы смещаетесь сюда. Смещаетесь сюда. Ну и тогда получается, что у вас невыгодно иметь вот P1 вот в этой точке. И получается, что размер капли у вас будет неравновесный. Значит, вот величину P2 и P1. Давайте мы напишем вот это условие равновесия в таком виде. Что мю, напишем, что P1 давление в газе, оно было равно P0. П1 равно P насыщенному. Это вот этой точке, где у вас в бесконечной среде равновесия есть. Плюс дельта P. Плюс дельта P. Ну и тогда P2. P2 будет тоже равно P насыщенное. Плюс дельта P. И плюс 2 альфа на R. Вот это самое равновесное. Вот это самое равновесное. Теперь вот это условие. Если мы считаем, что дельта P мало, тогда мы можем снова разложить уравнение по вот этим добавкам. И у нас получится следующее. Дмю 1 по ДП умножить на дельта P. Я нулевые члены сокращаются при P насыщенном. Будет равно дмю 2 по ДП на дельта P плюс 2 альфа на R критическое. Но у этой величины есть удельные объемы. Поэтому тут возникает следующее. Удельный объем газа V стильды 1 минус удельный объем жидкости умножить на дельта P равняется. Удельный объем здесь 2 это значит жидкость V2 стильдой на 2 альфа поделить на R критическое. На R критическое. Ну и вот тогда получается, что R критическое определяется величиной V2 с волной на 2 сигма. На 2 сигма. Почему альфа сигма? 2 сигма. И здесь тоже сигма. Здесь сигма. Поделить на V с волной газа минус V с волной жидкости. V с волной жидкости. Еще делить на дельта P. Вот теперь вот, если я правильно нарисовал эту картинку, то если дельта P маленькая, превышение над вот этим равновесным значением маленькое, то видно, что критический размер зародыша у вас будет мал. Критический размер зародыша мал. Нет, наоборот, большой, велик критический размер зародыша велик. Так, а критический он возникает потому, что если образовалась капля размером меньше, чем R критическое, то она будет исчезать, переход будет идти, поскольку это неравновесная ситуация, переход будет идти снова в газ. Если же у вас R критический, радиус капли будет больше, чем вот эта критическая, то тогда будет выгодно, эта капля увеличится, тогда будет у нее тогда будет тогда она будет идти, вот попадать на вот эту кривую, и тогда у вас будет уменьшение полного термодинамического потенциала гипса, и тогда будет образовываться нормальная жидкость. Нормальная жидкость. Ну вот это случай такой идеальный. Что служит флуктуацией, которая помогает образоваться капельки жидкости? Ну, это на самом деле просто примеси всегда. Примеси, которые существуют в жидкости. Любые примесные атомы могут служить центрами конденсации. Кроме того, центрами конденсации могут служить еще ионы, которые образуются при прохождении заряженных частиц. на этом явлении основана была камера Вильсона в свое время, которая детектировала следы проходящих заряженных частиц. Дальше. Теперь, что касается вот это переход пар-жидкость. Вот здесь есть ярко выраженное существование метастабильных состояний. А что будет при переходе пар-твердое тело, когда вы на другой находитесь кривой равновесия между паром и твердым телом? Вот там фактически состояний метастабильных практически не существует. И причина очень простая. Потому что на поверхности твердого тела в кристаллической решетке всегда есть дефекты. И эти дефекты всегда как раз есть те посторонние те центры конденсации, на которых ну не конденсации, а чего кристаллизации или испарения, на которых как раз происходит образование новой фазы. Поэтому за счет того, что есть дефекты в кристаллической решетке на поверхности всегда, У вас нет явления вот таких критических зародышей, у вас всегда есть на чём конденсироваться или кристаллизоваться или испаряться. Поэтому такие метастабильные явления, они в основном характерны для перехода газ-жидкость. Так, ну вот то, что я хотел рассказать про равновесие фаз, которые существуют в нашем случае. Так, теперь давайте мы перейдём к другому вопросу. А именно, каким ансамблем мы должны описывать явления, в которых число частиц не фиксировано. Как построить статистический ансамбль, который будет описывать явления, в которых число частиц меняется, не фиксировано. Ну вот такой ансамбль мы сейчас и построим. Значит, ансамбль, который у вас, число частиц не фиксировано, а может меняться, носит название Большого канонического ансамбля. Большой канонический ансамбль. Ну и вот к построению этого ансамбля мы сейчас приступим. Значит, рассмотрим, опять же, большую систему термостат, в котором находится в контакте наша система исследуемая, достаточно маленькая. При этом у системы мы будем считать объём фиксирован. А через поверхность, вот эту, у вас идёт обмен не только энергией, но ещё и частицами. То есть у вас число частиц внутри системы определяется равновесием с термостатом. То есть число частиц может меняться. Спрашивается, как построить тогда распределение по состояниям для такой системы. Ну, давайте, опять же, будем исходить из того, что вся система теплоизолирована, и у вас ансамбль полный является микроканоническим. Ну и распределение по состояниям всей системы, всей системы, всей полной системы, термостат плюс система, оно даётся величиной обратной числу состояний от Е0 и Н0. От Е0 и Н0. Ну и когда вы вычисляете какие-то средние, то вы должны всегда суммировать, здесь уже видите, Н0 фиксировано, суммировать по состояниям термостата. Поэтому для вычисления всех величин, которые относятся к одной только системе нашей, не обращая внимания на термостат, мы всегда должны просуммировать по состояниям термостата. Ну, тогда наше распределение, как мы её назовём буквой РО, от Е и Н, так, например, напишем РО Е и Н, оно будет даваться выражением следующим. Это будет, вот это наше число состояний, гамма полная от Е0 и Н0. А тут мы должны ещё просуммировать по всем состояниям термостата. Тогда в числителе возникнет число состояния термостата от энергии Е0 минус Е, где Е – это энергия нашей системы, и число частиц здесь. И от числа частиц Н0 минус Н. То есть Е и Н ушло в нашу систему, в термостате осталась энергия Е0 минус Е и Н0 минус Н. Ну, и тогда опять же мы пишем, что эта величина есть единица на гамма, я тут не буду писать, а тут стоит Е в степени, как всегда, энтропия термостата от Е0 минус Е и Н0 минус Н. Ну, и опять мы, как всегда, считаем, что термостат-система большая, у нас Е много меньше, чем Е0 и Н много меньше, чем Н0. И по этим величинам мы раскладываем. И тогда мы получаем, что у нас эта величина пропорциональна будет Е в степени С0 я не буду писать, это постоянный множитель, а то, что здесь останется, будет Е в степени минус Е на ДС термостата по ДЕ и минус Н на ДС термостата по ДН в экспоненте. Ну, и тогда вспоминая то, то, что мы для микроканонического, ну, вспоминая его равенство ДЕ равняется ТДС плюс мю ДН мю ДН отсюда видим, что ДС по ДЕ при постоянном Н, это есть обратная температура, как всегда, а ДС по ДН при постоянном Е, это есть минус мю делить на Т. Ну, тогда получается, что у нас вот это наше РО от Е Н пропорционально единица на ну, вот такую статсуму, обозначим ее вот такой вот греческой буквой, КСИ большой, на Е в степени минус Е минус мю Н поделить на температуру. То есть действуем стандартным образом, чтобы построить ансамбль. Теперь, что у нас получается? У нас получается, что вот эта самая статсума, большая КСИ, это есть следующая величина. Это есть сумма по всем состояниям. Н и ну, давайте, нет, не по Н, а по И состояниям перечисленным Е будет И по Н Е в степени минус Е в степени минус Е и Т поделить на Т и умножить на Е в степени плюс мю Н поделить на Т. Причем вот это Е здесь стоит от системы, которая имеет Н частиц. Н частиц. То есть состояние системы с Н частицами. Вот это есть большая статистическая сумма. Так она и называется. так, теперь дальше, смотрите. Ну, при данном Н мы можем по И просуммировать. И тогда здесь у нас образуется статсумма от системы из Н частиц. и тогда мы можем написать, что вот это самое кси есть сумма по Н Е в степени мю Н поделить на Т. А здесь стоит ЗН. Большая... Где З это статсумма системы из Н частиц. Система из Н частиц. Система из Н частиц. Так. Ну и теперь давайте по аналогии с каноническим ансамблем. Да, так вот ансамбль вот таких систем, в которых может меняться, носит название Большого канонического ансамбля. Большой канонический ансамбль. Большой канонический ансамбль. Давайте теперь по аналогии с каноническим ансамблем введем величину назовем ее омега есть минус Т логарифм вот этой большой статсумы. Ну и посмотрим что это за величина. Давайте вычислим что такое Д омега по Д мю. Д омега по Д мю. При температуре и там объеме константом. При температуре постоянной и объеме фиксированном. Ну тогда видно что у вас сюда сходит температура и число частиц величина Z от мю не зависит вообще. От мю не зависит. Ну и тогда получается что эта величина есть. T сокращается остается знак минус. От логарифма идет единица на кси. А здесь осталась сумма по И и по Н. Здесь будет Н на Е в степени минус Е и Т минус мю Н поделить на Т. Ну по определению эта величина есть Н средняя. Среднее число частиц. То есть это равно минус Н средняя. Н средняя. Ну а теперь если мы вспомним про еще один термодинамический потенциал который мы называли омега потенциалом который есть функция T мю и и В T мю и В то для него было следующее уравнение Д омега равняется минус С ДТ минус П ДВ и минус Н Дмю и Н и П и С являлись функциями температуры химпотенциала и объема то есть эта величина есть функция мю Т и В иными словами это и есть вот эта самая Н средняя Н средняя потому что здесь средняя величина она есть функция как раз всех вот этих переменных но тогда видно что вот эта омега действительно играет роль вот этого самого омега потенциала который мы вводили на прошлой лекции точно так же как свободная энергия выражается через каноническую статсумму Z так и здесь у вас омега потенциал выражается через большую статсумму большую статсумму кси дальше мы выясняли что эта величина есть не что иное как минус P как функция Т и мю умножить на V поскольку единственная экстенсивная переменная а омега потенциал он тоже аддитивен как и объем тогда единственная возможность это вот такая вот такая то есть минус PV минус PV ну и тогда сразу омега потенциал для идеального газа легко найти для идеального газа этот потенциал мы знаем что это такое для идеального газа омега потенциал от T мю V равняется ну минус PV а PV равно nt есть минус n средняя умножить на t. n средняя умножить на t. Для идеального газа. Ну, таким образом, вот этот самый ρ распределение, большое каноническое распределение записывается как e в степени. Здесь стоит ω минус e и t плюс n поделить на t. Ну, точно так же, как каноническое распределение записывалось через свободную энергию и простую энергию. Здесь дополнительно видите степень свободы. Вы суммируете еще по числу частиц. число частиц у вас не постоянно. А вот это есть вот условие равновесия, которое вам выдает то число частиц, которое в среднем будет в системе. интересно посмотреть, какое будет распределение по числу частиц для идеального газа. Коль скоро для идеального газа мы можем этот потенциал вычислить явно. давайте посмотрим, каким будет распределение для числа частиц по числу частиц для идеального газа. В идеальном газе у нас статсума вот эта вычисляется очень просто. Мы ее знаем для всех частиц. мы ее знаем. В следующем году мы будем Значит, у вас получается что? Мы должны взять вот эту самую нашу ρ от E, T и N, которая есть E в степени омега минус E и T плюс мю N поделить на T. И если мы хотим оставить только распределение по числу частиц, значит, по всем состояниям системы мы должны просуммировать. То есть вот это наше распределение W от N, это есть сумма по всем состояниям И, ρ от E и T, N. Ну и опять же у вас сумма по всем состояниям, состояния они все вот здесь при данном N, вам выдаст эту сумму. Это равно E в степени омега плюс мю N поделить на T, а здесь стоит ZN, 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 полная статсумма, большая статсумма, Z, ZN. Для идеального газа мы знаем, что это такое. Это есть E в степени омега плюс мю N поделить на T. Здесь стоит Z маленькая в степени N поделить на N факториал. Где Z маленькая, это статсумма для одной частицы, которая включает в себя кинетическую часть, потенциальную и внутреннюю степени свободы. То есть все здесь включено для этого идеального газа. Так, ну и тогда, значит давайте мы введем обозначение. Величина E в степени мю поделить на T обозначим буквой F маленькая. Она носит специальное название, эта величина называется активность. Активность. Ну и тогда через эту активность у вас получится следующее. Да, теперь для идеального газа омега у вас известно. Я поэтому подставлю сюда и получится следующее. Это будет равно E в степени минус N среднее поделить на N факториал. Так, а тут образуется F умножить на Z в степени N. Что такое F умножить на Z? Значит тут стоит E в степени мю поделить на T умножить на Z. Что это за величина? Ну это величина фактически. Если подставить, что такое химический потенциал, как связан с числом частиц, то у нас была такая формула, что E в степени минус мю к T равняется Z маленькое поделить на N. Ну N, поскольку у нас тут N функция мю, не мю функция, здесь мы в мю как функцию N, но мы можем обратить ее и считать N как функцию мю. Тогда это будет наше N среднее. Ну тогда эта величина отсюда прямо есть N среднее. Ну и тогда у нас получается такое распределение. E в степени минус N среднее на N среднее в степени N поделить на N факториал. Это распределение вам должно быть уже известно. Это распределение по Ассона. Распределение по Ассона. Распределение по числу независимых частиц. Оно обладает тем свойством. Ну действительно можно сосчитать, чему равно N среднее. N среднее по определению есть сумма по N. Значит проверим, совпадает вот это N среднее с действительно средней величиной. Поэтому прямо вычислим, что вот это такое N среднее. Это есть N среднее в степени N поделить на N минус 1 факториал, поскольку мы на N умножили. Ну и на E в степени минус N среднее нормировочный множитель. Ну и теперь это мы записываем так, что это есть N среднее я вынесу. А тут у нас получилась сумма по N. N среднее в степени N минус 1 поделить на N минус 1 факториал на E в степени минус N среднее. Ну а теперь сдвигая сумму, сумма дойдет до бесконечности. Сдвигая ее на единицу, мы снова получаем ряд для экспоненты, который сокращает вот эту. И получается в ответе, что это равно N среднему. То есть действительно у нас вот эта величина, которую мы так обозначили, среднее число частиц в системе, она действительно совпадает со средним числом, которое дается этим распределением. В этом распределении оно действительно N среднее. Дальше можно сосчитать N квадрат. N квадрат. Ну N квадрат считается так же. N квадрат среднее. Это есть сумма по N. N квадрат на W от N. Ну я его запишу в таком виде. Значит, чтобы факториалы можно было сократить, я запишу это так. Это есть сумма по N. Здесь я напишу N умножить на N без единицы. W от N. Плюс сумма по N. Вот это лишнее N. Я его отсюда уберу. W от N. Ну тогда видно, что здесь у вас останется N минус 2 в квадрате. Поэтому отсюда вы еще одно N вынесете. Будет тут тоже N минус 2. И тут будет N среднее в квадрате. Вот этот член даст. А это есть N среднее. Поэтому ответ элементарный. Это есть N среднее в квадрате плюс N среднее. Тогда флуктуация числа частиц... Это есть N квадрат среднее минус N среднее в квадрате. По определению флуктуации она равна просто N среднему. То есть относительная флуктуация дельта N равна корень из дельта N квадрат среднее поделить на N среднее. Она равна единице на корень из N среднего. То есть в большой системе, как вы видите, относительная флуктуация стремится к нулю. Как единица на корень из N. То есть у вас опять можно считать, что число частиц... Хотя оно и в среднем, у него есть распределение. Но это распределение настолько острое, что число частиц фактически фиксировано. Флуктуации, относительная флуктуация очень малы. Ну вот, давайте на этом мы сегодня закончим. Субтитры создавал DimaTorzok